Добрый вечер, уважаемые преподаватели, студенты, выпускники и наши друзья. Добрый вечер все, для кого слова «инженерно-физический факультет» — это пароль, открывающий целый мир. Да что там целый мир? Целую вселенную, я бы даже сказал, в которой яркими звездами сияют наши лучшие моменты студенческой жизни. Да, впечатляюще. Я бы даже сказала масштабно. Звучит прямо как глобальная сеть, интернет какой-то. Интернет — хорошее сравнение. Пусть все студенты также посещают лекции в университете, как свои странички в социальных сетях. То есть ты хочешь, чтобы наш университет работал с утра и до ночи, как ВКонтакт или Твиттер? А почему бы нет? Только представь, сколько бы инженеров вышло из-под крыла ИФа. Да, уж такое количество поработило бы мир. Ну и прекрасно. Думаю, планета от этого не пострадает. А сейчас мы хотим предоставить слова профессору, доктору технических наук, ректору нашего университета Васильеву Владимиру Николаевичу. Добрый вечер, дорогие студенты, уважаемые коллеги. Мне очень приятно присутствовать в этом зале, потому что сегодня, так как сегодняшний день посвящен дню рождения, день рождения — это светлый праздник для каждого человека. И тем более, когда день рождения случается у какой-то организации. Но в данном случае организация является инженерно-физическим факультетом. И здесь, на этом факультете, кто учится или кто работает, действительно празднует тоже свой день рождения, который отмечается. И могу сказать, не каждый факультет отмечает свой день рождения. Последнее время именно инженерно-физический факультет отмечает день рождения. Как мне сказал Геннадий Николаевич Лукьянов, декан вашего или нашего факультета, то, что он даже не имеет отношения к этому празднику, именно к организации этому празднику. Все организуют студенты, организуется актив. И это тоже важно и нужно. Я уже сказал про светлый праздник, но у нас буквально там послезавтра тоже будет светлый праздник. Я имею в виду наша Пасха. И так счастливо совпадает с днем рождения факультета, что практически всегда это попадает тоже в праздник для всего нашего народа, для всей России. Дорогие студенты, все будет то, что, наверное, сказано или показано сегодня. Я уверен, доставит вам некоторые приятные минуты, веселье, хлопки, наверное, крики. И уже по той атмосфере, которая сложилась в этом зале, я думаю, что нас ждут сегодня приятный вечер. Тем более инженерно-физический факультет всегда отличался креативностью. Последнее время и государство, и правительство внимание обратило на подготовку инженерно-технического нашего состава России, на то, что обратили внимание чуть раньше лет 10 тому назад Соединенные Штаты Америки, где проблема с инженерной подготовкой, еще чуть раньше Западной Европы. Но теперь вот дошло до России, теперь мы знаем, что подготовить инженеров, и подготовка инженеров является краеугольным камнем. Как сказано, что инженер — это главный человек в стране. Это сказано не мною, а сказано как раз руководителем нашего государства. Ну, слава Богу, мы дошли до этого лозунга. Теперь самое главное — его теперь притворить в жизнь. А то, что вы притворите в жизнь, у меня даже сомнений нет. Я уже сказал о креативности. Тот, кто учится на инженерно-физическом факультете. Вот я не знаю, многие ли были в этом зале, не помню когда, но совсем недавно, там пару недель тому назад, проходил конкурс мисс ИТМО, и мисс инженерно-физического факультета произвела неизгладимое впечатление своим творческим номером, когда рисовала на песочке и алые паруса, и цвет там был, и расшифровка, и ТМО было. И приз, кстати, зрительской симпатии остался как раз за мисс инженерно-физическим факультетом. Поэтому, дорогие друзья, дорогие коллеги, я еще раз просто поздравляю вас, нас всех, с нашим общим праздником, днем рождения инженерно-физического факультета. Спасибо, приятного весна. Спасибо, Владимир Николаевич. И разрешите от имени факультета поздравить вас и подарить почетную грамоту. Также поздравить нас пришел главнокомандующий инженеров, профессор, доктор технических наук, декан инженерно-физического факультета Лукьянов Геннадий Николаевич. Спасибо. Добрый день, мои дорогие коллеги, которые сидят в этом зале. Во-первых, хочу сказать вам спасибо. Не подумайте не за то, что вы пришли, это вы и без меня сделали бы. А спасибо за то, что вы выбрали когда-то, кто раньше, сколько-то лет назад, кто буквально меньше года назад, но выбрали именно наш факультет. Спасибо вам за это. Теперь я хотел бы чуть скучнее что-то сказать, чем говорил Владимир Николаевич, но у меня вот должность такая. Что я хотел бы сказать, чуть скучнее. Мы вообще с вами как-то вот об этом не думаем, но мы учимся, работаем в удивительном вузе. Вы посмотрите, как он динамично развивается. Вот если сравнить петербургские вузы и наш исследовательский университет, то можно почувствовать какую-то разницу. Посмотрите, какой путь пройден буквально за несколько последних лет. Вот давайте на наш с вами родной факультет обратим внимание. Вот насколько динамично он развивается. В прошлом году у нас был состав один. Была кафедра ФИТОС и было две лазерные кафедры, кафедра компьютерной теплофизики, кафедра электроники и твердотельной опыта электроники. Смотрите, что у нас уже в этом году. Кафедры ФИТОС у нас нет. Потери. Это действительно потеря для факультета, я считаю. Но в университете на базе этой кафедры организовался уже решение ученого совета новый факультет, который в этом году начинает, собственно, набор студентов. Что у нас? А у нас добавилась кафедра оптика лазеров. Они стартовали в прошлом году, начали с набора в магистратуру. В этом году они уже хотят набирать на первый курс. И добавилась еще одна базовая кафедра. НПО «Авангард», которая носит, вот послушайте название какое, «Безопасность технических систем». Это крайне актуально сегодня. Ребята, дорогие мои, также коллеги уважаемые, посмотрите, факультет развивается, факультет растет. И я считаю, у нас с вами очень хорошее будущее. Спасибо вам, ребята. Спасибо. Что ж, мы присоединяемся к этим теплым словам. А следующим мы с удовольствием просим выйти на сцену президента клуба выпускников ИТМО, Рината Рауфовича Макдиева. Поприветствую. Дорогие друзья, коллеги, разрешите поздравить вас с той знаменательной датой, 65 лет. И это правильно, потому что праздники нужны. Праздники нужны для сохранения традиций, культуры, студенческого быта. Эта сцена видела много улыбок, много смеха. И вы своими делами сохраняете эти традиции. Клуб выпускников – это состоявшийся бизнес, объединился выпускников нашего вуза с целью того, чтобы как-то быть вместе с вузом, быть в делах вуза. Мы помогаем в столовой на биржевой, в различных других проектах, тем самым отдавая дань уважения в вузу, где были приобретены знания, опыт. В нынешней жизни это очень важно. И вы, находясь в стенах, и вне стен тоже, общежития, приобщаетесь к делам вуза. Вместе в стройотряды, ягодные. Используйте каждый момент. Он дорог. Как в дружбе рождается многое. Поэтому мы вместе, мы вместе с ИТМО в добрый путь в клуб выпускников. Спасибо за слова. И теперь пришло время передать эстафету поздравлений нашим студентам. И первым мы просим выйти на сцену человека, который вас поздравит в чудесной композиции. Это Тавычи Ярослав. Аплодисменты. Встречаем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Спасибо.